В Донецке сегодня снова были слышны взрывы снарядов. Ополченцы утверждают, киевские силовики используют тяжелую артиллерию. Приходят и сообщения о новых жертвах среди мирных жителей. В поселке Тельманово погиб ребенок. Мальчик играл во дворе, куда попал снаряд. С места событий репортаж Клима Санаткина. Удар был сюда. Рядом бьют в они, все время нашу улицу атакуют. Эта женщина показывает последствия обстрела. Ей тяжело говорить. Рядом с ее домом погиб соседский мальчик Ваня. Ему было 4 года. Не успел забежать домой. В этом доме все еще не могут поверить. Случилось самое страшное. Не выдерживают даже сотрудники скорой, которые приехали оказывать помощь родным и близким погибшего ребенка. Вчера моя внучка только играла с ним в садики, а сегодня вот такое вот случилось. Это, конечно, невосполнимая утрата. И вообще, господи, ну что ж они хотя бы детей охраняли, берегли, я не знаю. В больнице все еще остаются раненые. Я была возле кладовой. Вот, когда снаряд упал, я упала. Вот. Это... А если бы я была у кухни, то я бы погибла. Все в жилой сектор они бьют. На нашу улицу черца. Мы как меченые, понимаете, уже как началась война, мы уже под обстрелом было. Пальцев не хватит, сколько было. Обстрелы начались накануне вечера. Татьяна с маленькой Наташей гуляли во дворе, как и большинство жителей их улицы. Все попадали на землю. Я вместе с ними, муж через дорогу перебежал, накрыл собой. Детки поцарапались, поранились. Все дети поранились. Я получила ожог. В одну секунду перед глазами пробежала вся жизнь. Очень было страшно за детей. Вот такими воронками сейчас усеяна практически каждая улица небольшого поселка Тельманово. Снаряды попадали в огороды, дворы, в жилые дома. Выбитые окна, разрушены стены. Некоторые постройки загорались, их тут же тушили. По меньшей мере, только на этой улице местные жители насчитали около 10 разрывов снарядов. И вот результат вот этого обстрела. Это я уже пособирал немножечко осколочки. Они позарывались вовнутрь. Жену вывернула. Чистая случайность, что рядышком дети сюда не подошли, и никто не пострадал. Василий Шишман держит в руках осколки от снарядов. Имя здесь усеян каждый двор. Зафиксировать последствия сегодня приехали и специалисты миссии ОБСЕ. По данным Минобороны, самопровозглашенные республики стреляли из крупнокалиберной артиллерии. Это же. Садграда, задняя часть, крышка. Вот эта крышка здесь солитовая. Она обычно отлетает, но, видимо, зацепилась. Вылетела эта градка. Только за последние сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике обстрелам подверглись 16 населенных пунктов. ОБСЕ просто фиксируют, что все тяжелое вооружение, которое берет Украина, находится в удалении с этой местами. Не отведенное. То есть они вернули все тяжелое вооружение. То есть мы вернулись в точку, с которой уходили после взрыва февраля. Мы балансируем на такой грани, что возможно главинообразное расстание конфликта. Сейчас жители пытаются восстановить свои дома. Уезжать им некуда. Между тем люди говорят, что сегодня они снова слышали шум беспилотников. Как это было и вчера вечером, накануне обстрелов. Клим Санаткин, Игорь Крисков, Тимофей Генералов и Лариса Никитина. Первый канал. Тельманово. Донецк.